Привет! Вы на очень популярном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг». Нас уже 160 000, так что обязательно подписывайтесь на наш канал. У компании «АвтоСтронг» отличный сервис, быстрая доставка и очень компетентные и вежливые менеджеры. Помните, что в «АвтоСтронг» есть уникальное предложение – есть «Носкат». «Носкат» – это отпил передней части автомобиля. Ну а прямо сейчас – долгожданный двигатель. Итак, внимание, 1.6 HDI, 8 клапанов. Турбодизельный двигатель объемом 1.6 HDI от концерна PSA появился в 2004 году. В 2010 году он был и остается очень надежным двигателем. В 2010 году он был модернизирован под более жесткие экологические нормы. Ради этого в нем поменяли ГБЦ. Теперь в ГБЦ один распредвал, который приводит 8 клапанов. Вместе с этим изменилась и конструкция поршней, а именно их углубление. Дело в том, что в дизельных двигателях углубление в поршнях является камерой сгорания. Так вот, в данном двигателе камера сгорания имеет тороидальную форму. Проще говоря, форму бублика. В ней воздух, проходящий через впускной клапан, экстремально завихряется. Это обеспечивает лучшее смешивание впрыскиваемого и сгораемого топлива. Соответственно, у этих двигателей оригинальная ГБЦ, турбина, привод ГРМ и весь впускной тракт. Данные двигатели развивают мощность от 75 до 120 лошадиных сил. Имеют обозначения DV6C, DV6D, DV6FC и другие. Восьмиклапанный 1.6 HDI устанавливался практически на весь модельный ряд автомобилей Peugeot и Citroёn. От маленького 207 до кроссовера 3008 и до минивэна 5008. Также практически на весь модельный ряд Ford. От маленьких B-Max и Fiesta до Mondeo и S-Max. Также данный двигатель устанавливался на все некроссоверные Volvo от C30 до S80. Также данный мотор устанавливали на Mazda 235 под обозначением Y650 и Y655. Сегодня мы будем разбирать мотор, снятый с Ford Fiesta 2010 года. Данный двигатель получился на славу. У него действительно нет слабых мест и поломки случаются крайне редко. Без какого-либо серьезного ремонта данные двигатели способны пройти и 500 тысяч километров. Сегодня в обзоре мы обратим внимание на некоторые нюансы, которые требуют внимания при эксплуатации. Именно на французских минивэнах корпус воздушного фильтра находится поверх клапанной крышки. И держится на втулках-опорах, которые не особо надежные. Со временем корпус фильтра проседает и ложится на проводку. В результате корпус фильтра может перетереть проводку сзади и слева по ходу движения, где-то примерно вот здесь. При этом может ощущаться резонанс от дребезжания корпуса фильтра. Разрушение проводки происходит при очень больших пробегах. Говорят, что если смотреть видео с ним каждую неделю, то износ вашего двигателя немножко уменьшается. Итак, встречаем Павел и мы начинаем нашу разборочку. Субтитры делал DimaTorzok 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 Как в нашем случае до 100 лошадиных сил установлена турбина Mitsubishi TD-02H2 с перепускной заслонкой. На более новых восьмиклапанных двигателях стоят турбины Garret GTC 1244V с пневматическим актуатором и датчиком его положения. Заметим, что аналогичный датчик положения перепускной заслонки присутствует и на турбине Mitsubishi. А вот на более старых 16-клапанных двигателях стоит совсем другая турбина Garret GT 1544V. Заметим, что выходные фланцы компрессоров на турбинах для двигателей восьми клапанных одинаковые. На 16-клапанных более старых двигателях турбина страдает от засорения сетки в маслоподающей трубке, а вот более новые турбины этой проблемой не страдают. Посмотрите, здесь есть тоже сетка в маслоподающей трубке, но находится она в болте в штуцере. Ее можно вот так легко достать, провести ревизию, поменять либо прочистить и поставить обратно. Резюмируем. Жалоб на вот эти турбины практически нет. Наверное, народ научился подбирать правильное масло и вовремя его менять. Все вот эти отличные турбины ждут вас с гарантией доставкой правильно в «АвтоСтронг-М». Клапан EGR здесь полностью электронный, работает в паре с дозирующей заслонкой. Ее функция ограничить подачу свежего воздуха, чтобы клапан EGR, который находится после нее, мог четко дозировать подачу отработавших газов. По сути, благодаря этой заслонке во впускном тракте после нее создается разряжение, в которое и поступают отработавшие газы. Вся эта смесь затем идет в цилиндры. Еще одна функция данной заслонки – это захлопываться при глушении двигателя для мягкой его остановки. При больших пробегах клапан EGR и дозирующая заслонка могут подклинивать. Их датчики положения моментально это фиксируют, соответственно ЭБУ фиксирует ошибки. Для избавления от подклинивания нужно просто их почистить. Обычно это всегда помогает. А теперь внимание! Дозирующая заслонка легко доступна для чистки, а вот клапан EGR нет. Чтобы до него добраться, надо открутить несколько болтов. Так вот, с возрастом болты закрывают. При попытке открутить, срывается внутренняя звездочка и без хирургического вмешательства тут не обойтись. Еще один важный момент. После снятия клапана EGR либо же после снятия клеммы SAKB клапан надо обучить. Иначе он просто не будет инициализироваться и не будет работать. Обучение запускается с помощью диагностического ПО. Еще одна пакость, которую может подкинуть двигатель 1.6 HDI, это течь масла по клапанной крышке. Но прокладка меняется очень легко. Поменяли и едем дальше. Иногда на 8-клапанном двигателе образуется течь антифриза по прокладке теплообменника масляного фильтра. Но, к счастью, антифриз не смешивается с маслом, а вытекает наружу. Эта проблема решается просто заменой прокладки. Согласно руководству по эксплуатации ремень ГРМ на двигателе 1.6 HDI надо менять каждые 120, 180 либо 240 тысяч в зависимости от условий эксплуатации. Либо же раз в 10 лет. Ремень ГРМ приводит и помпу. Бывали случаи, что помпа работает с посторонним звуком. Ее желательно менять, когда меняют ремень ГРМ. Помпа имеет пластиковую крыльчатку. Немало двигателей получили повреждения из-за разрушения либо перескока ремня. Это было вызвано применением некачественных роликов и ремня. Если поршни клапана на этом двигателе встречаются, то рокеры ломают пополам. Бывает так, что поршневая группа проворачивает кулачки распредвалов. Цилиндропоршневая группа никаких повреждений не получает. То есть, если случилась такая проблема, то надо менять распредвал, рокеры и проверять ГБЦ. Поставщиком топливной аппаратуры являются компании Siemens WDO, ныне Continental и Bosch. Форсунки Siemens оснащены исполнительным пьезоэлементом. Форсунки надежные и служат долго, если форсунку Bosch не угробит стружка из ТНВД. Если форсунки выходят из строя, то их надо менять на новые либо на БУ. Новая форсунка одна стоит 300 долларов. Зачем вам новые, если есть БУ? При установке форсунок надо прописывать их корректировочные коды. Также надо менять огнеупорные шайбы форсунок каждые 80 тысяч километров. И не лишним будет при замене форсунки заменить лапы ее крепления. Потому что бывали случаи, что вот эти ушки ломались через год-полтора после установки форсунки. Восьмиклапанный двигатель 1.6 HDI мощностью менее 100 лошадиных сил оснащается топливной системой Bosch с двухплунжерным ТНВД. Если другие ТНВД Bosch никаких вопросов не вызывали, то данный огорчил очень много пользователей по всему земному шару. Дело в том, что в нем заклинивают ролики обоих плунжеров. Кулачок приводного вала давит на плунжеры, которые оснащены роликами для снижения потерь на трение. Ролики рассчитаны на качение, а не на постоянное трение. Поэтому кулачок приводного вала начинает их стругать. Эта вся стружка разносится по всей топливной системе, в том числе гробя дорогущие пьезофорсунки. Подобная неприятность происходит повсеместно, в том числе и в Европе, где эти двигатели очень популярны. Заклинивание роликов и появление стружки может произойти как на 20000 километров, так и ближе к окончанию гарантии. По данным ТНВД, ТНВД-4 была масштабная отзывная компания. Производитель признал косяк. А вот с ТНВД «Сименс» таких косяков не происходит. Это тоже двухплужинный ТНВД, и он устанавливался на моторах 1.6HDI в 8 клапанах с мощностью более 100 л.с. Обратим внимание на некоторые особенности данных топливных систем. На топливной рампе нет регулирующих клапанов, есть только датчик давления. Все высокое давление в рампе регулируется дозирующими клапанами, которые находятся на ТНВД. Если вам нужен один из этих красавцев, то звоните в «АвтоСтронг-М». Один распредвал, 8 клапанов и с этим хозяйством практически никогда ничего не случается, если не порвется ГРМ. Единственный распредвал в отличном состоянии. ГПЦ с данного экземпляра выглядит просто восхитительно. Обратите внимание, что клапаны расположены перпендикулярно поршням, поэтому если они встретятся, то удар будет знатный. Блок этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. По состоянию цилиндров здесь все очень даже хорошо. Хон присутствует, задиров нет и вот именно так должен выглядеть свеженький, хороший контрактный двигатель. Маслонасос находится в передней крышке блока цилиндров, приводится от носка коленвала. Имеет не шестеренчатую, а пластинчатую конструкцию проблем не вызывает. Для десятилетнего двигателя коренные вкладыши выглядят нормально, без задиров. Поршни главным образом от поршней мотора предшественника отличаются размером камеры сгорания. Также эти поршни усилены ковкой, также есть внутренний канал для охлаждения маслом, подаваемым маслофорсунками. Также здесь есть графитовое напыление. По сравнению с 16-клапанным двигателем высота верхнего компрессионного и маслосъемного кольца уменьшилась на миллиметр и на полмиллиметра соответственно. Ну а теперь по состоянию. Компрессионные кольца не залегли, маслосъемные кольца не закоксованы, графитовое напыление не потерто, задиров на шатунных вкладышах нет. По коленвалу, опять же, никаких вопросов нет. Разборка закончена и вот такой действительно классный двигатель мы сегодня разобрали. Будем обновлять рейтинг дизелей. Обязательно включим и его. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». 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 АВтоСтронг.